МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Жители Зминогорска продолжают жаловаться на отсутствие отопления в домах. Напомним, в конце октября в городе запустили новую модульную котельную. К ней поэтапно начали подключать жилищный фонд города. Власти Зминогорска обещали, что проблема с отоплением сойдет на нет. Однако выяснилось, что в период перевода потребителей на новую котельную стали возникать кратковременные нарушения теплоснабжения. Губернатор края поручил Минстрою региона подключиться к данному вопросу. Он отметил, что на Алтае идут первые морозы, и до их наступления важно устранить все перебои. Между тем, накануне районная газета «Зминогорский вестник» провела опрос среди горожан по поводу ситуации с отоплением. Судя по ответам людей, без тепла остаются несколько улиц. Среди них Ленина, Калашникова и разведчиков. Зминогорцы подчеркивают, что официальная информация отличается от реальной ситуации в городе. Добавим сильные морозы. До минус 27 в крае ожидают уже в ночь на 10 ноября. Дороги Рубцовска попали в рейтинг самых убитых дорог России. Специалисты портала «Домофонд» провели опрос среди жителей 150 городов. Предлагали ответить на вопрос, устраивает ли их качество дорог и парковочных мест. Оценку давали по десятибальной шкале. В результате лидером рейтинга самых хороших дорог страны стал город Грозный. Дороги Барнаула получили средние баллы, заняли 39-ю строчку. А вот Рубцовск стал лидером среди городов с самыми убитыми дорогами. Он оказался на последнем 150-м месте. Как показал опрос, который провели наши рубцовские коллеги, жители этого города в большинстве своем с результатами всероссийского рейтинга согласны. Ужасно критическое состояние. Вот ждешь, чтобы выпал снег, хоть как-нибудь залатал бы дырки на дорогах. Ужасно. Абсолютно неудовлетворительно. У нас даже проспект Ленина как попалось сделан. Все как делают, не знаю, но все люки почему-то у нас торчат. И невозможно просто ездить. Асфальта вообще нигде нету. Одни колы, ямы и все. На улицах Барнаула продолжает работу мобильный пункт, в котором все желающие могут привиться от гриппа. Он расположился прямо в центре города, у гостиницы «Центральный». По словам представителей Минздрава, с начала недели, прививки именно в мобильном пункте сделали уже 200 человек. Чтобы поставить вакцину с собой, нужно иметь паспорт и СНИЛС. Пожилым людям достаточно пенсионного удостоверения. С помощью такой акции медики намерены ускорить проведение прививочной кампании до сезонного подъема ОРВИ, который ожидают к середине ноября. К сожалению, в этом году вакцинация проходит не без проблем. К примеру, многие школьники, чьи родители были согласны на прививку, до сих пор ее не получили. К сожалению, возникла ситуация с заминкой последней поставки партии вакцины против гриппа. Сегодня все получили детские поликлиники, все доедины, все работают. На сегодняшний день 60% уже детей привито. То есть реализована первая партия вакцины и реализована 10% второй поступившей партии. Мы будем стараться закончить прививочки не позднее 15 ноября. Всего Минздрав планирует привить 40% населения края. На сегодняшний день привито 30%. Мобильный пункт будет работать в центре Барнаула с 10 утра до 3 часов дня в течение всей этой недели, включая субботу. В эти минуты жители сразу двух городов края бесплатно проверяют качество бензина, которым заправляют свои автомобили. Оценивают топливо в Бийске и в Барнауле на автозаправках известной федеральной марки. Акция под названием «День качества» проходит в 24 городах страны. Пробы принимают по адресам улицы Гоголя, 51 это в краевой столице, в Наукограде на улице Шишкова, 41. Образцы можно принести в стеклянной или пластиковой таре объемом пол-литра со специальной этикеткой, которую можно найти в самой многочисленной группе региона Барнаул-22. После этого эксперты оценят качество топлива по нескольким параметрам и объявят результаты в течение недели. Их направят по электронной почте или в сообщении социальной сети ВКонтакте. Долететь из Барнаула в Екатеринбург теперь можно без пересадок. Авиасообщения между городами будут осуществлять дважды в неделю. Первый вылет состоится сегодня в 18.20. Выполняет рейсы к авиакомпании «Руслайн». Кстати, в 2010 году она участвовала в проекте развития региональной авиации, который предполагал перелеты в 8 российских городов, в том числе и Барнаул. В этот раз рейсы запланированы каждый вторник и четверг на канадских самолетах вместимостью 50 пассажиров. Время в пути составит всего 2,5 часа. Пока продажа билетов по новому направлению открыта до конца года. В компании «Руслайн» заявляют, что поддержат рейс в рамках осенне-зимнего периода. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». Чистите печень народными средствами? Попробуйте заменить их на «Ависол». «Ависол» – современное натуральное средство, способствует бережному очищению печени. «Ависол Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На всей территории края пасмурное и снежно. В Олейске, Белокурихе и Заринске до плюс одного. В Бийске и Славгороде до плюс двух. В Барнауле пасмурно, снег, ветер юго-западный порывистый и днем около нуля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня, как всегда, в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова